Девушки отдыхают 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 Ново забивает со средней, счет сравнивает. Совершает он по три попытки в среднем. Эрик Грин, он точно куда опаснее на Дуге. Рейнольдс под кольцом толкается с Чебуркиным и в этой дуэли побеждает. Ну и если смотреть на статистику этого чемпионата, то нужно сказать, что Рейнольдс и в этом сезоне один из главных кандидатов, если не главный кандидат, на приз лучшему шестом. И практически не видели в этом матче существенную разницу в счете. Команды идут буквально нога в ногу. Станислав Ильницкий здесь попадает под блокшот. Пропустил матч в том числе против ЦСКА. Ну и нет его в заявке и сегодня. Пока что непонятно, сколько займет его восстановление. Разницу до минимальной делает это Джалин Рейнольдс из-под кольца. Но мы с вами постепенно подбираемся к середине второй четверти. И Би-Джей Джонсон с таким вот ростом обладать шикарным броском. Это большая ценность. В принципе, наверное, даже в истории турнира было не так. Ну что касается Уникса, наверное, Дмитриевич, который сейчас с мячом показывает одно из самых высоких. Си-Джей Брайс против Дмитриевича. У Нэна, кстати, очень неплохая защита. О ней мало кто говорит, но он один из лидеров команды по перехвату. На этой попытке Дмитрия Би-Джей Джонсона на Брайса. Потому что снова Си-Джей будет брать инициативу на себя. Нет, передача на Ильницкого. Станислав отправляет мяч в корзину. Снова почему-то не решается отковать сам. Айзей Рис. Ильницкий практически в той же точке. Снова три. Станислав Ильницкий. И вот плюс семь. Это не такое уж большое преимущество с таким соперником. Эри Грин. На Дмитриевича. Нэно из-за дуги. Ильницкий. Дождается Брайса. Очень много сегодня атак проходит именно через Си-Джея. Но, конечно, есть ощущение, что с плеймейкингом у него чуть похуже, чем у Риза. Как видели сегодня и Дмитрия Халтурина. Чебуркину, конечно, нельзя назвать молодым игроком. Аду Басиров сверху в проходе. 42-39. Маркус Найт против Айзи Риза. Найт помощнее и потяжелее. Риз повыше. Но в итоге следует отличная передача на периметр. И Эри Грин. Те самые игроки, которые ждут возможности себя проявить. Они сегодня в заявке. Александр Путынов. В угол Абдулбасиров. Исправляется в атаке. Что пыталось поставить за слон? Нет. Грин остается против Чебуркина. 8 секунд на атаку. Скидка на лабиринт. Луи. С дальней дистанции. При этом у Биджея три замечания. На паркет он возвращается. 2 секунды на бросок. Биджея Джонсон. Есть три очка. Джонсон закрывает первую половину матча попаданием с дистанции. 100% не такой высокий, как и у соперника. 6 из 16. Менее 40. Зайцев один в углу. Ну вот, конечно, если у Барма и далее. Свисток в пользу его команды. 14 секунд в этом вводе не еще будет. Ильницкий под кольцом. Три игрока против него. Но Станислав очень здорово стараться не получить фол в нападение. Рис с мячом. Три секунды на атаку. Айзея со средней. Не забивает. Но подбор за Ильницким. Станислав попадает под блокшот. Становится его автором. Луила Берри из Зайцев. И это попадание из-под кольца. Нарушения правил не было. Хотя выиграть регулярный сезон Единой Лиги ВТБ. Ранее Униксу не удавалось это сделать. Айзея Рис. И все это, конечно, влияет в том числе и на процентрализацию команды. Ильницкий забирается внутрь. И снова Пермики атакуют через Исмаэля Бако. Дмитрий Чебуркин не забивает из-под кольца. Лишь 6 очков. Парма набирает за этот отрезок. Ой, какой алюб на Бако. Исмаэль. В том числе и отмечаем передачу. Своевременный пас. 60-54. Ильницкий. Еще одна попытка Станислава. Он сегодня в огне. Иль на Брайса. 3 секунды на атаку. Си-Джей. Тяжелый средний. Неточный, но Би-Джей Джонсон вырывает подбор. Абдул Басиров все-таки набирает. Меняется с Абдул Басировым. Тот оставался на несколько секунд абсолютно. Один рис в итоге забирается под кольцо. И Лабери говорит нет. В завершающей стадии. Какой обидный промах из-под кольца. Здесь Алиуп. Нет, с обратной стороны щита, конечно, было забить невероятно тяжело. А вот Би-Джей Джонсону что происходит у команд с бросками из трехсекундной. Это большой вопрос. Но вот эту серию ошибок в итоге прерывает не близок к тому, чтобы закончить этот матч досрочно. Три замечания у Дмитриевича. У остальных игроков два. Александр Путунов, Руслан Абдулбасиров и Станислав Ильницкий. Сиджей Брайс снова берет инициативу на себя. И сейчас, конечно, большая надежда в атаке у пермяков именно на него. Эри Грин. Игрок, который выступает в похожем стиле. Атакует сразу после получения. Забирать мяч себе. И быть плеймейкером своей команды. Рейнольдс в атаке против Абдулбасирова. Очень уверенно своего оппонента обыгрывает. Причем отправляет мяч в корзину левой рукой. Но и без него. Есть игроки, которые смотрятся в атаке очень здорово. Грин один из них. Атака у них продолжится. Снова казанцы особо никуда не торопятся. Рейнольдс. Хорошая скидка под кольцом Ирис. Блокирует своего оппонента. И таким образом догнал он как раз-таки Велимира Пирасовича. Который со своими эмоциями пока справляется. Си Джей Брайс. Атакует с дистанции. Забивает этот трехочковый. Слогов, на который стоит обратить внимание. Здесь, конечно, относится к каждому контакту. К каждому решению правил очень внимательно арбитры. And one. And one от Станислава Ильницкого. Ну и вот, казалось бы, было 8 очков преимущества у них. Сейчас может счет снова стать равным. И это происходит Руслан Абдулбасиров. Лучший результат в локомотиве Кубани. 15 очков. И вот сегодня 18. Но, конечно, рекорды – это хорошо. Си Джей Брайс высматривал свободных партнеров. Но в итоге отковал сам. И снова за хозяевами забирает его Си Джей Брайс. Который наверняка снова будет отковать со средней. Брайс это делает в очередной раз успешно. С 21 очков у него. Чебуркина обыгрывает того на скорости. Попадает снова под хорошую защиту. И первый на подборе Ричард Саламон. Не атакует. Найт идет внутрь. Скидка на Дмитриевича. Ненат туда. Ненат Дмитриевич. Победные важные мячи. Брайс под кольцо на Саламона. Ричард не забивает. Ильницкий забирает подбор. Плутунов. Капитанская трешечка туда. Александр Плутунов. Маркес Найт. Выходит мяч в игру. Дмитриевич его получает, конечно же. Ненат будет атаковать из дуги. Дмитриевич не забивает. И нет. Неудачное добивание. Исмайля Баку. Парма обыгрывает Уникс на своей площадке. Впервые с декабря 2018 года. Сколько эмоций. Сколько счастливых лиц. Сегодня будет во дворце спорта молодой. В принципе во всей Перми.